Здравствуйте! Деньги. Деньги, всюду деньги, всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Эта песенка очень давнишняя, чуть ли не с 19 века, и деньги в 19 веке были совсем другими, чем сейчас они являются. И вот, по-прежнему мы говорим, что без денег жизнь плохая, не годится никуда, но это совсем другую вещь мы называем деньгами, чем персонажи Чехова, Горького Алексея Максимовича. Совсем другие вещи, совсем другие объекты. Кстати говоря, без денег жизнь плохая, я живу на ваше подаяние, между прочим. Внизу у меня номер Сбербанковской карточки, я вас очень прошу туда перевести деньги. PayPal, Яндекс.Деньги, Киевик, кошелек, полный реквизит из счета в Сбербанке там есть. Есть там еще ссылочка, по ней можно пройти и найти материалы, как бы сказать-то чего, где можно скопировать все эти длинные ряды цифр. Говорят, что у вас на ваших этих телефончиках, как на смартфонах, плохо копируется где-то там чего-то. Вот. В аптеку зовут, говорит, скидка 10%. Видите, уже на аптеку работаю, ничего не поделаешь. Ну, а вы мне на аптеку и помогаете. Ну, так вот, про инфляцию разговор. Современные деньги отличаются от тех старинных денег тем, что современные деньги обязательно подвержены инфляции. Вот вопрос такой мне задал зритель. Зачем она нужна, эта инфляция? Инфляция действует на всю товарную корзину или на какие-то пункты, которые подвержены инфляции сильнее, какие-то меньше. Ну, он неправильно сказал, какие-то пункты корзины инфляции не подвержены. Подвержены инфляции деньги. Это отдельные виды товаров дорожают сильнее, другие меньше, менее сильно дорожают. Это вот это. А инфляция – это общее явление. Обесценивание денег. Деньги становятся дешевле, а цены растут. Так что инфляция поддерживает те или иные деньги в разной степени. Хорошо это или плохо? Вы знаете, инфляция – это совершенно неотъемлемые свойства современных денег. С этим надо смириться. Я понимаю, что с инфляцией жить плохо. Мы живем так вот, что участвуем в гонке. С одной стороны, наши доходы, которые растут медленнее, чем цены, за которыми мы должны гнаться. Сейчас объясню. Значит, в старое время, совсем старое время, когда деньги только придумали, деньгами, в принципе, мог быть любой подходящий товар. Любой при любой. Ну, что, например, могло быть? Скот. Да, вот в скоте мерили цену того или иного. Вот какой-нибудь Гомеровской Греции там. Значит, цена там каких-нибудь нагрудников, лад, что там, меча, щита. Она вот могла быть выражена в скоте. Скот, правда, это мера стоимости, но как деньги не очень удобные. Понимаете, ее в кошелек не положишь. А ее кормить надо, эту денежную массу. Понимаете как? Вот. Ну, постепенно пришли к выводу, что должен быть товар такой, который хранить более-менее легко. Самым подходящим оказался металл. Те страны, в которых не хватало металла, как Россия, например, они от этого бедствовали. У них не было нужной денежной массы для развития экономики. Вот в России, например, вот такая вот вещь приключилась, что до времен фактически Петра Великого не было добычи серебра. Да и она со временом Петра Великого не очень как сильно шла. А денежный материал тогда был серебро. В Библии это, говорят, купил за серебро там по-французски деньги, ларжан, аргентум, ларжан это и серебро тоже. Вот, это всё, вот оно серебро, ларжан. Ну, золото, конечно, тоже деньги. Но, правда, вот системы были либо золото, либо серебро. Потому что по ходу дела стоимость серебра и золота менялись. Почему менялись? Потому что, ну, менялись способы добычи, способы обработки. И что-то дешевело относительно другого металла. Да, вот не было такой стабильности. Биметаллическая система не очень удобна была. Вот такая вот монометализм назывался. Так вот, Россия бедствовала от недостатка серебра, денежного материала. Поэтому вот, а деньги это рынок. Для продавца на рынке нужен покупатель. А что за покупатель, если у него нет денег? И вот ждётся, когда этот оборот денег совершится, когда деньги дойдут до вот этого вот купца, который продаст свои товары, вот он ходит медленно очень. Да нужно много денег, чтобы это быстро шло. То есть он идёт медленно, но его много, поток идёт, понимаете, да? Европа от этого страдала. Это продолжало страдание до Великих географических открытий, или лучше сказать, Великих географических ограблений, когда в Европу хлынул поток южноамериканского серебра. Вот тогда появились вот эти вот доллары, да? Таллер, да? Иохимс Даллер, да? Вот так называлось. У нас называли ефимки. Так потом трубли стали у нас серебряные, и большие монеты. Копейки-то мелкие такие, вши такие были, как Пётр называл. Вот. И, знаете, вот в Южной Америке чеканили таллеры, доллары. Вот эти, ну, доллары, это скорее испанское уже словечко было. И вот они попали в США, стали валютой доллар. Мет такая, серебряная монета крупная. Вот. И вот эта вот ситуация, когда металл определяет, она, ну, в общем, парадоксальная. Для чего металл-то добывали? Ведь сам по себе металл не нужен. Нужно вот, кто-то платит этот самый таллер другому человеку, а тот, тот берёт для того, чтобы кому-то ещё передать. Ему не нужен таллер, ему нужен товар, который он хочет потребить. Ну, кроме, конечно, так, скупого рыцаря, который это складывает в качестве сокровища, да? Вот и всё. Ну, и то он сокровище, в общем, в надежде, что как-то во что-то превратит. Может быть, замок купит, может быть, земли купит, может быть, к чьим-то ногам бросит и к чьему-то изголовью, да? Вот, ну, для чего-то всё это нужно. И тот, к чему изголовью бросит, тоже на что-то она потратит. Или он, если хотите. Вот такая вот ситуация была, да? То есть это, в общем-то, не нужно. Ну, и вот по мере развития банковского дела появилось то, что появилось. Бумажные деньги. Вообще бумажные деньги придумали в Китае. Это ещё во времена хана Хубилая. Он там устроил дикую инфляцию. Печатал эти деньги в огромных количествах. Кстати, говоря, первые деньги в Европе, бумажные, появились в Швеции. Шведский банк их печатал. Причём для Швеции это было очень актуально. В основной запас шведского банка и вообще шведской денежной системы была медь. Медь. Меди было много, серебра мало. Они жили на меде. Кстати, в России тоже медные деньги были. Вот. Ну, а бумажка-то лучше, чем медь. То есть, вот, по первому предъявлению, вам эту бумажку поменяют на какое-то количество меди. Ну, вот, не утащишь так. Лучше же бумажки будут эти рассчитываться. Но в какой-то момент в банке это поняли. И стали этих денег печатать очень много. Так много, что они стали обесцениваться. Ну, просто много у всех этих денег есть. Давай-ка мы на медь поменяем. Потому что медь явно стоит уже дороже, чем вот эти вот фантики. Ну, а там разменять было нельзя. Так вот, банк, который лопнул. Первый это был из-за этого шведский банк. Вот. Ну, потом постепенно нормативы некие появились. По-прежнему банковские билеты выпускали банки, в общем-то, частные. Частные банки. Некие такие левые, какие хочешь. Банковский билет это называлось. Одного банка, другого банка. То есть, вот, хранится в банке некое количество золота или серебра, он выпускает эти банковские билеты. Обеспечены они процентов на 25. Вот такой норматив был. То есть, все 100% к тебе не принесут. А если принесут, тебе немного. Ну, ты сумеешь закрыть этим, вот, то, что у тебя лежит, значит, там, в подвале, хранится. Вот, можно было выход такой найти. Ну, и постепенно эта вся функция выпуска денег перешла к неким окологосударственным или совсем государственным структурам. И вот эти структуры-то в интересах государства поняли, что вот у них сейчас тут какая-нибудь мировая война, еще чего-нибудь. И отменили они размен денег, бумажных денег на золото. Эти деньги стали, ну, как бы обеспечены. То есть, простому смертному разменять было нельзя. Если ты пришел, как представитель другого государства, и кинул пачку вот этих самых фунтов, франков, рублей, в конце концов, или долларов, то поменяют. То поменяют. Вот это вот называлось золото-слитковый стандарт. Золото-слитковый стандарт. Швитками, естественно, они обменивались. И вот это очень долго было. И вот, собственно, революция уже произошла на моей памяти, когда вот такого стандарта отказались. Деньги оказались уже полностью ничем не обеспечены. Так, такие деньги называют, так сказать, фиатные деньги. И это, в общем, то великое изобретение, которым постепенно шло человечество с начала XX века, случилось где-то при президенте Никсоне, когда он отменил размен долларов на золото. Вот. Это, конечно, не привело к никакой гибели цивилизации. Цивилизация подумала, подумала и решила по-прежнему принимать и в качестве платежа, и сама платить этими самыми бумажными деньгами. Долларами, фунтами, франками, марками. Вот. Процесс пошёл. Но вот процесс не обязательно связан с инфляцией. Безинфляционным такой процесс не может быть. По той простой причине, что иначе экономика встанет. Вы должны гнаться с ней на перегонки. Вы, господа предприниматели. Я понимаю, что тот человек, который получает деньги в качестве милости, как я, или в качестве оплаты за какой-то труд, он их дальше потом тратит. Ну, он может какие-то сбережения делать, которые постоянно обесцениваются. То есть, у него ещё проблема защиты сбережения от обесценивания есть. Она всегда есть. В любой валюте они обесцениваются. Хоть в рублях, хоть в долларах, хоть в евро. Только в одной валюте быстрее, а в другой медленнее. Вот пример. Где-нибудь в 70-х годах доллар у нас на чёрном рынке стоил 3 рубля. Официальный курс доллара был 90 копеек. То есть, за доллар по официальному курсу можно было 30 раз ездить на трамвае. По неофициальному 100 раз. Ну, давайте 30 брать. 30 раз за доллар. 3 копейки стоил проезд на трамвае. Сейчас он стоит порядка 50 рублей. Новых вот этих рублей. 50 рублей новых – это 50 тысяч вот тех старых. Ну, давайте округлим до 60 тысяч, нам удобнее было считать. Во сколько раз, значит, обесценился у нас доллар. Мы, собственно, за долларом можем примерно один раз поехать на трамвае по Москве. То есть, доллар обесценился от 100 по неофициальному курсу до 30 раз. За это время. А рубль? Значит, он стоил 3 копейки. Господи, сейчас давайте соображу. 3 рубля – это 100 раз по 3 копейки. 3 тысячи – это 100 тысяч раз. А 50 тысяч – это 20 тысяч раз. То есть, рубль наш обесценился в 20 тысяч раз. А доллар – вот от 30 до 100 раз. Ну, как видите, вот разительная разница, да? Хотя и тот, и другой обесценился. Значит, и в какой валюте выгодно вкладывать свои деньги в бизнес? В долларах, но не в рублях. А вы ещё спрашиваете, а почему у нас капитал бежит из рублёвой зоны в доллары? А почему бежит? А мы не знаем и не понимаем. Ой-ой-ой. Вот такие вот дела. Так, ну так, а что бы было бы, если бы не было инфляции? А не было бы инфляции, экономика бы встала. Так, большие деньги, они бегут на перегонки с инфляцией. Надо во что-то вложить, какой-то бизнес, чтобы он дал прибыль больше инфляции. Если инфляция очень большая, ну вот у нас, например, она очень большая. С ней не побежишь на перегонки. Ни в какой бизнес. А вот там она поменьше. Там с ней можно гнаться на перегонки. В Европе, в Америке, в Японии. А у нас на перегонки не побежишь. Не добежишь. Не обгонишь. Только с помощью каких-то таких спекулятивных сделок. Ну, может быть, не жульнических, но спекулятивных это точно. То есть, где-то кого-то надо, кто-то должен проиграть. Вот игра на бирже, знаете такое слово? Там же люди играют. Значит, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Как учил нас Ломоносов, если где-то что-то прибыло, значит, где-то что-то убыло. Вот такие дела. Ну, вот, блин, с инфляцией тут немножко не так. Если у вас тут убывает, значит, деньги обесцениваются, это не значит, что где-то из-за этого прибыло. Обесценились денежки. Это для нас необходимость дальше их получать, зарабатывать, ещё больше работать, как-то так, чтобы нам зарплату прибавляли. Или умолять сильнее вас, чтобы вы мне больше денег жертвовали. С поправкой на инфляцию. Нищи. Ещё поправку на инфляцию просят. Ну, кстати, какой я передовой нищий. Я карточку даю, да? Номер карточки. Внизу, кстати, там в тексте, кроме всех этих номеров, ещё ссылочка. По ней, если пройдёте, там будет документ, с него можете скопировать все вот эти цифровые ряды для оплаты. Говорят, что в тех странах, где уже отменяется постепенно хождение денег наличных, там, значит, даже нищие получают деньги на телефон, как это там называется. Ну, типа Сбербанк онлайн, но никак по-своему, естественно. Вот такие дела. Ну, пока. Всех благ.